Добро пожаловать на дрифт на электрическом Porsche по гравию Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь сделаю это 10 лет назад Добро пожаловать Добро пожаловать на наш полный обзор Porsche Taycan Cross Turismo Автомобиля, который может все Спортивный автомобиль, внедорожник, универсал или семейный автомобиль Мы это выясним, и посмотрите на это прямо сейчас Ни один здравомыслящий человек никогда не сделает этого с автомобилем стоимостью 200 тысяч евро или долларов Вот почему мы делаем это для вас сегодня Porsche пожертвовала несколькими автомобилями для бездорожья Все равно они будут разбиты, однако, если бы они спросили меня Забрал бы и один из них после завершения съемки, я бы все равно отвез его на автомойку Я думаю, что для обзора внешности и салона нужно привести его в порядок Вот так, мы помыли машину и поменяли цвет на доломитово-серебристый, или нет? Это Turbo S, в кузове Cross Turismo, являющийся самой мощной версией Около трех секунд, это показатель разгона до сотни Около четырех секунд для 4S И около пяти секунд для Taycan 4 Cross Turismo У него всегда будет постоянный полный привод, потому что он имеет кроссоверный внедорожный характер И вы можете визуально увидеть непосредственно кроссоверные колесные арки, у Turbo S они окрашены У других моделей они выполнены из обычного матового пластика Turbo S, конечно, также оснащен углеродно-керамическими тормозами В нашем случае 21-дюймовые колеса Они не совсем внедорожные, но ведь все это делается немного для шоу Конечно, опять же в задней части кроссоверные колесные арки И линия крыши, которая продолжается прямо здесь Также придает уникальный вид и делает автомобиль более практичным Скоро мы узнаем больше подробностей об этом Потому что здесь задняя крышка багажника будет иметь решающее значение для практичности этой версии Длина составляет 4,96 метра или 195 дюймов, она одинаковая для универсала и седана Porsche не хочет, чтобы я называл его универсалом, но я буду повторять это столько раз, сколько захочу И вы снова можете увидеть боковой профиль, действительно уникальный стиль В нижней части также используется карбоновое волокно Это действительно особенность Turbo S Ходовая часть и подвеска действительно интересны Потому что кросс-туризма изначально поднят на 20 миллиметров А еще существует опциональный дизайн-пакет Внедорожный дизайн-пакет, который поднимает его еще на 10 миллиметров выше Скоро я вам это покажу А затем вы можете использовать внедорожную функцию подъема, которая поднимает его еще на 20 миллиметров выше И в целом мы можем подняться на 50 миллиметров Впрочем, у обычного Taycan тоже есть функция подъема, к примеру, для подземного гаража Как я уже говорил, он всегда оснащается полным приводом Один электродвигатель спереди, один сзади А в задней части также установлена двухступенчатая трансмиссия для повышения эффективности и лучшей производительности на высоких скоростях А также подруливающая задняя ось, опять же стандартная для Turbo S, это одна из очень крутых особенностей этого автомобиля Никакой упрощенной базовой версии Как мы знаем по седану, теперь он также имеет заднеприводную версию У нас также есть обзор этой версии Они хотели, чтобы кросс-туризма стоил немного дороже Но в сравнении с обычным седаном, он стоит всего на 1500 евро или долларов больше И это впечатляет Задняя часть, я думаю, им очень хорошо удалась, у вас здесь больше практичности Но все же задняя часть не испорчена с точки зрения дизайна Он по-прежнему выглядит очень элегантным и спортивным И опять же кроссоверный характер здесь, в нижней части Turbo S, что я могу сказать? С одной стороны, у вас есть кроссовер, а с другой, Turbo S делает его еще более спортивным Таким образом, Turbo S как бы двигается в противоположном направлении от кросс-туризма Может быть именно это покажется вам еще более интересным Но давайте посмотрим и на другие версии очень скоро В плане дальности хода мы протестировали очень много версий Taycan В зимнее время или когда вы выжимаете газ, дальность хода составляет около 300 км или 190 миль с более мощной батареей А летом при более высоких температурах и когда вы сохраняете среднюю скорость 400 км или 250 миль Опять же, всегда с большим аккумулятором, меньший будет показывать меньшие показатели Зарядная крышка, сдвигаемая или нажимаемая здесь, и затем она открывается 11 кВт переменного тока стандартно, опционально 22 кВт Пожалуйста, сделайте ее стандартной А затем зарядка постоянным током, например, на быстрых зарядных станциях в Европе или в США Вскоре также будет доступна зарядка от сети, если зарядная станция поддерживает эту функцию До 270 кВт постоянного тока Используйте тормоза, потому что тогда Turbo S может при помощи рекуперации подзаряжаться до 290 кВт Другие версии, базовые, до 265 кВт А теперь больше цветов и деталей дизайна Это тоже Turbo S, в цвете зеленая мамба Вы снова видите здесь окрашенные колесные арки, это эксклюзив для Turbo S Обычно эти колесные арки кроссоверов выпускаются в классическом стиле В этой матовой отделке, вы видите их прямо здесь Это автомобиль в ледяном сером цвете Это очень-очень крутой цвет И еще одна особенность Вот этот вот 4S, кстати, имеет пакет внедорожного дизайна И здесь вы можете видеть, что у нас есть дополнительные брызговики прямо здесь, спереди Потом еще один сбоку, прямо здесь Что делает его еще более внедорожным И еще один сзади И четвертый прямо здесь И в целом, если сравнивать внешний вид То возникает вопрос Больше спортивности в элегантности Или больше бездорожья Я не знаю, а как насчет вас, что бы вы выбрали И еще один интересный цвет синий Нептун Не синий Томас И немного более эксцентричные цвета, замороженные цвета Замороженные ягоды Давайте посмотрим на это с другой стороны Это действительно уникально А здесь приборная панель Вы можете видеть это С подходящей по цвету приборной панелью вот здесь Это что-то А еще у нас есть замороженный синий Этот более светлый синий цвет Это тоже очень круто Я уже видел похожий седан в начале съемок И он действительно привлекает много внимания Однако я нахожу цвет синий Майами от Porsche более крутым Он немного более яркий Мы знаем его по Макан, 911, 718 и так далее Но этот, почему бы и нет И снова с кроссоверными колесными арками, уникальный внешний вид А это знаменитый бокс на крыше Дополнительное оборудование, доступное в Тайкан Кросс Туризма С ним вы можете проехать 200 километров или 125 миль Не уверен, что кто-то действительно будет это делать Но теоретически это возможно И это дополнительное оборудование очень интересно Собственные велосипеды Porsche, которые выполнены в дизайне Porsche Один в стиле горного велосипеда, другой в стиле уличного, городского И вот есть это крепление для велосипеда, и вы можете сложить его, а затем вы сможете открыть эту дверь Это очень практичное решение И открывать дверь можно будет также с помощью электропривода, с кнопки, а не с помощью ключа изнутри, из соображений безопасности И когда они обновят программное обеспечение, вы нажмете на эту кнопку на ключе На данном прототипе автомобиля в настоящее время нам приходится делать это вручную Но вы видите, что это работает, и закрытие также будет доступно в электрическом виде Это довольно крутое решение, и я хотел бы узнать, что вы об этом думаете Об этой компоновке с боксом на крыше и велосипедами Воплотилась бы ваша мечта в виде Porsche Taycan Cross Turismo Определенно, это очень интересно и так необычно видеть Когда пару лет назад мы бы подумали об электрическом универсале Porsche, с боксом на крыше, да еще и с багажником для велосипедов, люди, наверное, сошли бы с ума Возможно, сейчас пришло время А как выглядит салон Cross Turismo? Отличается ли он? Ручки дверей раскладываются вот так Кстати, приятный звук закрывания дверей, хотя это безрамочные двери Внутри ничего особо не изменилось Базовый интерьер тоже остался прежним, но я покажу отличия очень скоро Taycan Turbo S всегда поставляется с сидениями Race Tech, без использования натуральной кожи, они также рекомендуются В данном случае речь идет о пакете натуральная кожа Однако Race Tech лучше по удобству и климатическому комфорту, а также в плане использования в гонках Давайте заглянем внутрь И вот отличие Предпусковой подогрев сейчас активен Я не уверен, что вы слышите этот звук из блока климат-контроля В Cross Turismo спереди имеется большое пространство для головы, при моем росте 186 сантиметров или 6,1 фута Разница здесь между седаном составляет всего 10 миллиметров, то есть совсем немного Так что спереди это не слишком большая разница Однако в задней части мы кое-что выиграем, потому что крыша проходит немного дальше Вот здесь и есть основное отличие Итак, передняя часть автомобиля идентична в плане шасси А вот крыша удлиненная И это даст нам примерно на 5 сантиметров или 2 дюйма больше пространства для головы Давайте ощутим это изнутри Это определенно чувствуется У меня все еще есть пространство над головой В то время как в обычном тайкан, когда я откидываюсь назад, я оказываюсь очень близко, немного задеваю головой потолок, вот так Сзади рослые и взрослые будут чувствовать себя более расслабленно И вы каким-то образом чувствуете больше пространства, больше воздуха Немного акустических изменений Давайте посмотрим, как это влияет на вождение Самое большое преимущество тайкан кросс туризма это дверь, которая открывается очень широко, не как в седане Это самое лучшее решение, чтобы легко загружать и выгружать вещи А здесь вы можете увидеть, что рюкзак может стоять так, как он стоит сейчас В обычном седане тайкан чаще всего возникают различные ситуации, когда дверь не закрывается и пищит А здесь этого не происходит, потому что у вас немного больше высоты В литрах примерно на 40 литров больше, что не слишком много, потому что цифры измерены здесь, под дверью Но все же здесь больше универсальности И здесь ширина составляет чуть больше 80 сантиметров или более 32 дюймов А длина здесь такая же, хотя чуть больше 40 сантиметров или чуть больше метра Турбо-С, кстати, имеет немного меньший литраж из-за сабвуфера Затем кабель для зарядки Высота под дверью, вот здесь Она составляет около 17 дюймов или 40 сантиметров А общая высота, вот здесь Около 27 дюймов или 68 сантиметров Еще два момента относительно сидений Разделение на 1 и 2 трети, вот так 1,9 метра или 75 дюймов, это общая длина И знаменитый тест на безопасность детей И вопрос, не раздавит ли Начинаем Отлично Передний багажник не является чем-то особенным для Porsche Потому что он есть во всех электромобилях компании Вот так, и он действительно напоминает таковой у 911-го Салон Кросс Туризма напоминает версию для седана Изогнутые цифровые приборы с диагональю 16,8 дюйма Затем 10,9 дюймовый экран, прямо здесь и опциональный экран для пассажира рядом с ним И нижний дополнительный экран Это определенно перегрузка экранами Вот этот 8,4 дюйма Единственная приятная вещь, это счетчик заряда, расположенный прямо здесь Также при быстрой зарядке вы можете увидеть статистику, что является очень интересной вещью Управление климатической установкой, однако, сложнее Здесь, на этом экране И непосредственно информационно-развлекательная система Иногда вы замечаете, что она не такая быстрая Она могла бы быть немного более отзывчивой, вот в чем дело Иногда мы также сталкивались с зависанием экрана Но структура меню на самом деле довольно хорошая и понятная Вот так выглядит интеграция с Apple CarPlay И звуковая система Bose также пришлась мне по вкусу Наилучшее приветствие моему другу Алексу Морфу Хорошо, очень чистый звук А вот и цифровые приборы Вы можете менять все, три варианта Например, датчик GeForce, а в средней части карта, вот так Или вы также можете настраивать масштаб и так далее Или вы можете использовать полную карту, что тоже возможно Спутниковая карта, вот так И расширенная карта, это карта по всему периметру И с правой стороны, если вы вернетесь к счетчику энергии Справа здесь счетчик пробега, например, или режимы вождения И они автоматически появляются, когда вы переключаете селектор режимов движения Интересно, что справа также находится кнопка включения и выключения ESC Одно нажатие активирует ESC Sport Он включается вот так, вы видите спортивный режим или PSM, как его здесь называют Или удерживаете дольше для полного отключения Не используйте его на дорогах общего пользования Здесь находятся настройки подвески, а это функция интеллектуального подъема Так вы получите максимальный подъем Она также доступна для обычного тайкан и хороша для подземного гаража Когда вы активируете ее, информационно-развлекательная система спрашивает вас Сохранить ли настройки И всегда в этом месте, здесь, благодаря геолокации, автомобиль поднимается вверх Это может быть, например, ваш подземный гараж или искусственные неровности и так далее И тогда автомобиль всегда поднимается немного выше, это действительно хорошая настройка И проекционный дисплей, хорошая опция, и в этой последней версии он кажется мне более четким, чем раньше Это хорошее развитие И сегодня мы начинаем поездку по бездорожью Потому что так мы сможем испытать технологии И обычно, крутящий момент от нажатия на педаль газа мгновенный Но здесь, в гравийном режиме, который доступен в спортивном режиме, в модели кросс-туризма, а не в спорт-туризма Здесь мы имеем дело не с паномера, а с тайкан кросс-туризма Здесь в гравийном режиме более тонкое ощущение педали газа В основном это происходит позже, и здесь мы также можем испытать это на этом участке подъема Мы можем просто стоять на месте, удерживая тормоз И теперь, когда я хочу снова ускориться, у нас есть электрический полный привод, передний и задний мотор, они независимы друг от друга, но они могут общаться, с помощью электроники И затем, действительно безупречно, очень тонкая настройка дроссельной заслонки и плавный подъем на холм Это очень круто Иногда внедорожные режимы делают автомобиль немного более расхлябанным В данном случае гравийный режим просто дает больше тяги Так что более тонкая настройка дроссельной заслонки, а также больше тяги В спортивном режиме вы можете полностью раскрепостить машину А здесь просто больше тяги, а в гравийном режиме еще и плюс 10 мм высоты А Porsche Cross Turismo изначально на 20 мм выше, чем обычный Taycan И еще дополнительные 10 мм в гравийном режиме Если у вас нет пакета внедорожного дизайна, то вы уже на 10 мм выше И в дополнение к гравийному режиму вы можете использовать функцию подъема Которая также доступна для обычного Taycan, и это дает еще 20 мм Таким образом, начиная от базовой версии до вот этой, со всеми наворотами, появляется возможность подняться на 50 мм Это, конечно, вполне прилично Не для самых сложных внедорожных трасс, но по крайней мере, для легкого бездорожья Поскольку она так хорошо цепляется и на мягком бездорожье Вы должны перейти в режимы SC, либо PSM Sport Его можно использовать только на частных дорогах, конечно, как например здесь Но режима PSM Sport уже достаточно, потому что вы получаете достаточно мощности И затем вы можете увидеть, как мягко здесь поворачивается руль А потом жмем газ и можем вырваться вперед Но PSM Sport все еще придает нам некоторую стабильность Все будет по-другому, когда я полностью отключу его Вот так, теперь PSM полностью отключена Я повторю это еще раз, в другом направлении И опять же, вам не нужно часто подруливать, иначе колеса будут прокручиваться И вот так, чуть-чуть, жму на газ, руль сопротивляется Мы почти чувствуем себя как на льду в Швеции Это так весело Я немного устал Может, мне стоит перейти в режим Sport Plus И разбудите меня, и разбудите всех И поедем за этой паномера Обгоним ее Поехали Хорошо, я проснулся Турбодвигатель в Тайкан, это просто нечто Может быть, не на уровне новой модели Тесла, это так Но все остальное, супер безумие Мы здесь на скорости 120 км в час, примерно 70 миль в час А теперь 200 км, 125 миль в час Конечно, эта штука едет еще быстрее, но нужно немного следить за движением И великолепная устойчивость здесь, также на более высоких скоростях Для этого автомобиля это как будто ничто И такая отличная управляемость, и контроль, супер точное рулевое управление Черт возьми, предупреждение о дорожном движении То есть они должны предупреждать, но в какой-то момент они пугают меня до смерти Так что я лучше оставлю их отключенными Видите ли, они действительно отвлекли меня от темы Мне лучше сосредоточиться Это действительно безумие, это ускорение А это 100 км менее чем за 3 секунды И что еще более впечатляет, конечно, когда мы уже здесь, на скорости У нас все еще есть эта прибавка, за счет мгновенного крутящего момента И смена полосы движения, кстати, даже на более высоких скоростях Реакция автомобиля просто потрясающая Вы можете в любой момент выехать на гоночную трассу, определенно Вот в чем отличие версии кросс-туризма И мы с Джонасом обсуждали это И в этом автомобиле вы действительно чувствуете себя по-другому Не то чтобы это был другой автомобиль Но я не уверен, в чем дело, вы просто чувствуете немного больше воздуха позади вас, крыша немного выше Может быть это акустика или что-то еще Но рулевое управление и шасси в целом, маневренность и ускорение, конечно, не изменились, в сравнении с седаном Вы чувствуете, что сзади немного больше места И это не лучше или хуже, это просто немного другое Но на этом все, все остальное и ощущения от вождения точно такие же А теперь перейдем к нашему сегодняшнему заключению об автомобиле, который действительно является одним из самых особенных автомобилей этого года Потому что, как я уже сказал, это электромобиль, электрический универсал, спортивные автомобили и это все турбо-эс, возможно, даже суперкар по характеристикам Семейный автомобиль, автомобиль для путешествий, внедорожник для легкого бездорожья Он подходит практически для всего Вопрос в том, что, когда вы объединяете столько функций в одном автомобиле, может ли он делать все хорошо Может быть не все, он не для жесткого бездорожья и так далее Безусловно, это суперспортивный автомобиль и управляемость опять же потрясающая Независимо от того, какую версию вы выберете, турбо-эс, конечно, суперкар в этой линейке Но опять же он очень дорогой Цена на модельный ряд составляет от 100 тысяч до 200 тысяч евро или долларов Эту сумму, конечно, очень сложно озвучивать Особенно потому, что запас хода не самый большой Как у этих среднеразмерных электромобилей, Tesla Model 3, Polestar 2, Ioniq 5 Все они лучше по дальности хода и намного дешевле в ценовом отношении Вы можете сказать, что их нельзя сравнивать Но если вы посмотрите на рынок электромобилей в целом, то дело в том, что при такой цене этот автомобиль не предлагает достойного запаса хода Это, я думаю, один из его главных минусов Недостатки, цена слишком высока, а запас хода не на самом высоком уровне Это два минуса, которые я отмечу Управляемость потрясающая, я могу просто подчеркнуть это еще раз Технологии также очень интересны, очень проворны, особенно с подруливающей задней осью Turbo S это зверь на дороге Но даже с базовым Taycan я получу массу удовольствия У кросс-туризма, всегда полный привод Так что вы всегда можете получить массу удовольствия на легком бездорожье Конечно, я бы не рекомендовал дрифтовать на этом автомобиле по гравийной дороге, потому что это испортит окраску Как я уже сказал, Porsche выделила несколько запасных автомобилей, чтобы все журналисты здесь могли прокатиться на них по гравийной дороге В этом карьере, где мы сегодня находимся, действительно впечатляющие ландшафты Я думаю, никто другой не испортит этот драгоценный Porsche Taycan Кроме того, здесь есть опциональный бокс на крыше или багажник для велосипедов Так что с этим автомобилем можно сделать многое И для меня самое главное, когда вы открываете дверь багажника, вы можете без проблем разместить более высокие вещи Вы просто получаете больше универсальности С точки зрения практичности я бы определенно выбрал этот автомобиль С точки зрения стиля я также считаю седан очень красивым Но этот автомобиль с кроссоверными колесными арками выглядит очень необычно И я могу предсказать, что по крайней мере, в Германии Taycan будет продаваться чаще в кузове кросс-туризма, чем в кузове седан Не уверен, что так же будет и в США Я хотел бы узнать у вас, ребята, какой из них вы бы выбрали Кросс-туризма Турбо-С, с настоящим внедорожным стилем или с пакетом внедорожного дизайна с дополнительными брызговиками Или вы предпочтете седан? Расскажите мне в комментариях И я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний уникальный эпизод Не забудьте подписаться на канал Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!